Мастера токарного отдела Кировского филиала предприятия «Механик» вновь доказали, что умеют работать с предельной точностью. В борьбу за звание «Лучший токарь» включились 13 специалистов электроремонтного и ремонтно-механического цехов. Кто одержал победу в конкурсе профессионального мастерства и стал обладателем главной награды, расскажем прямо сейчас. Перед тем, как приступить к практическому заданию, все участники успешно прошли первый этап – теорию. Теперь им необходимо по чертежу сделать флотационную полумуфту с конусным отверстием. Задача непростая, но на то он и конкурс профессионального мастерства. Время отложено у нас 132 минуты по подсчету на изготовление детали. За каждым станком присутствует секундант, который фиксирует и время, и отклонение, использование СИЗОВ, полностью контролирует процесс от и до. Время на изготовление детали рассчитано по нормативам. По мнению опытных токарей, его предостаточно. Полумуфта – сначала обдирка, потом получистовой, потом чистовой проход уже в размер. Минимум брака, чтобы его вообще не было. Точность? Как она достигается? Профессионализмом. Работай. Денис Сумченко в профессии четверть века считает, в токарном деле главное – опыт. Чтобы стать профессионалом, надо набивать руку годами. Конкурс для него – скорее возможность подстегнуть себя, нежели что-то доказать другим. А для молодежи – это возможность повысить разряд. Руководство в этом тоже заинтересовано. Для руководителя, если, естественно, посмотреть, кто на что способен, потому что предыдущий конкурс показали те работники, которые более разряды чуть пониже, но работу, как выяснилось, выполняют гораздо высшего разряда. Точность – основа токарного ремесла. И главный критерий в оценке конкурсных работ. Тем более, что вытачивают участники заготовку, которая впоследствии найдет применение на производстве. У нас оборудование, насосы, станки, мельницы, дробилки. И везде нужны токарные специалисты, чтобы запчасти подходили точно друг к другу. По результатам двух этапов первое место и звание «Лучший токарь» завоевал Антон Балбатов. Второе и третье – у Алексея Корыхалова и Юрия Глушкова. Помимо дипломов, победители-призеры получат денежные вознаграждения в размере 50, 35 и 20 тысяч рублей соответственно.